Тюменская арена Во-первых, чтобы не перевозить серию обратно в Климовск. А во-вторых, лучше, если награждение команды вживую смогут увидеть преданные тюменские болельщики. Они за несколько дней до решающих матчей раскупили все билеты. Я ждал этого столько времени, когда матчи смотрели с КПРФ в Москве. Я аж сальто даже сделал, когда Абрамович забил. Все, вообще нет билетов больше. То есть я сейчас приобрел только забронированные билеты, которые я сделал. Бронь вчера сделал. Финал – первый раз в жизни нашей. И у нас есть все шансы забрать этот трофей при своих болельщиках. Поэтому большое спасибо, что люди так поддерживают нас, Яр. Вы будете как нашим шестым игроком. Потому что в Климовске было очень тяжело играть при их поддержке. Но я думаю, наши болельщики покажут, как надо по-настоящему болеть. Поэтому все ждем. Стоя, лежа, кто как где хочет, вдвоем на месте. Поэтому чем больше, тем лучше. В то время как болельщики ищут все возможные варианты для попадания на трибуны СК «Центральный», игроки «Тюмени» настраиваются исключительно на победу. Они уже успели восстановиться и сегодня вышли на предматчевую раскатку. Баня, кто мог поплавать в бассейне, массаж. Многие ребята там куда-то поехали, какие-то процедуры делать доктор последовал. Поэтому все прошло в штатном режиме. И сегодня вышли на тренировочные занятия, на раскатки. Пробежка, растяжка, квадратики. Все на все поиграли. Ну и в конце там вратарям восьмерочку побьем, чтобы были в тонусе. Стартовый свисток в пятницу 31 мая прозвучит в 19 часов. В субботу 1 июня в 17.00. Оба матча смотрите в прямом эфире на телеканале «Тюменское время». Четыре гонки остается до финиша первого в этом сезоне гран-тура «Жиро-Деталия». В группу велосипедистов, способных еще бороться за призовые места в генеральной классификации, входит и Павел Сиваков, представляющий Тюменскую область. Состоялся 17-й этап, в котором спортсмены ехали через горные перевалы. Быстрее всех с дистанцию 181 км от местечка Камедзадура до коммуны Разун-Антерсельва завершил француз Нан Петер. Для победы ему понадобилось 4 часа 41 минута 34 секунды. Сиваков занял 30 место, проиграв лидеру 5 минут 9 секунд. Тем не менее, Павел остается девятым в общем зачете. Супер-многодневка закончится в Вероне 2 июня. В этот день состоится 21 этап. В Тюмени завершился пятый волейбольный турнир на Кубок Госкорпорации по организации воздушного движения России. У местных диспетчеров и инженеров из аэронавигации Севера Сибири работа всегда на земле, но на домашнем паркете они были на высоте. Решающие матчи турнира, в котором приняли участие 17 команд, прошли сегодня во дворце спорта Портиком. Поединок за бронзовые медали стал образцом волейбольной драмы. Никогда не опускать руки – девиз сборной аэронавигации Севера-Запада. Небесные путеводители из Санкт-Петербурга проиграли первые две партии коллегам из Якутска, но догнали соперника. На тайбрейке северяне от победы были на расстоянии даже не особенно вытянутой руки – 14-11. Но питерцы продолжили творить чудеса и буквально зубами выгрызли бронзу. В голове было не сдаваться и всеми способами пытаться выигрывать эту игру. У нас других вариантов не было. У нас команда дружная, все ребята опытные и друг друга всегда-всегда подсказываем, потому что эмоции все равно зашкаливают. Главное событие турнира стало особым. В пятом финале турнира встретились два двукратных победителя турнира госкорпорации – «Аэронавигация Севера Сибири» и «Камчат-аэронавигация». Сумасшедший процент точности, мощных подач, надежная оборона, блестящие доводки для гвоздевых атак. И, конечно, родные стены позволили тюменцам оставить трофей дома. «Магия цифр» победили со счетом 3-0 и стали трехкратными чемпионами. В этом году у нас, по-моему, ни одной проигранной партии нет. На самом деле, результат. Получилось. На самом деле, по результату все. Но, если честно, большие слова благодарности нужно дать нашим соперникам в финале «Камчат-аэронавигации». Ребята показали, мягко говоря, не в самом оптимальном составе, очень-очень сильную игру. То есть, каждая партия, каждое набранное очко давалось нам с очень большим трудом. Поэтому им спасибо. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте snta.ru. До свидания.